Школьники города присоединились ко всероссийской акции «Урок первой помощи». Она прошла во всех субъектах страны. На необычных занятиях в четвертой школе и многопрофильном лицее побывала наша съемочная группа. Подробности у Натальи Матюшкиной. Медицинские работники не просто рассказывают, как правильно помочь человеку в чрезвычайной ситуации, но и объясняют, насколько эти знания важны. Ведь первая помощь должна быть оказана незамедлительно. Если ты, например, выбрал профессию врача, ты должен знать все о организме человека. Ну что в нем происходит? Например, ты работаешь на подстанции скорой помощи, ну у тебя вызов, надо как-то человека спасти. Ну это твоя ответственность, ты должен беречь людей. И даже если ты не врач, правила оказания первой помощи должен знать каждый. Ведь от несчастного случая никто не застрахован. Сегодня в роли случайных прохожих учащиеся средних классов четвертой школы. Поначалу спасательные манипуляции воспринимают несерьезно, но постепенно настроение меняется. И народное тело, которое было, оно просто под давлением, оно выбрасывается. Человек начинает дышать. Иногда на месте пострадавшего могут оказаться ваши самые близкие люди, а вы не смогли оказать такую вот, как бы, вроде простую помощь, да? А ведь это потом на всю жизнь остается. Поэтому, ребята, вот вспоминайте. Как правильно измерить пульс, провести непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких? Теоретическую часть урока участники визуализируют и даже проигрывают максимально точно. Так сложная информация воспринимается лучше. Представление должно быть у человека о первой медицинской помощи, доврачебной, естественно. Что ребенок может сделать? Да ничего. По крайней мере, он это знает. И с возрастом, если будут проходить такие акции, чем чаще, тем лучше. Вот это, как объяснить, когда мы учимся, да, у нас это все откладывается. И вот это, когда они будут регулярно пополнять свои знания, естественно, это все отложится. И, не дай бог, конечно, ну, в какой-то момент, может быть, и пригодятся. Поэтому это просто необходимо. Урок первой помощи для лицеистов проводят волонтеры Лиза Алерт. История возникновения этого отряда находит отклик в душе каждого. Опытные поисковики работают в экстремальных условиях. Знают не понаслышке об опасностях, которые могут подстерегать человека в разных ситуациях. Не раз они спасали жизнь людей, рискуя своими. Сегодня делятся с лицеистами своим опытом и знаниями. В таком случае, где бы мы ни находились, мы ставим эту цифру обратно на указательный палец. Вращаемся до тех пор, пока не совпадет с север с севером. И возвращаемся на федеральную трассу. Зачастую именно своевременная помощь может сыграть решающую роль в спасении жизни человека. При этом необходимо помнить и о личной безопасности. Такие уроки необходимы нам, потому что они позволяют самому развиваться. И, будучи в такой ситуации, оказать первую помощь человеку. Много чего нового узнали, что делать, если в лесу заблудишься, как первую помощь оказывать в каких-то ситуациях. Очень часто мы сталкиваемся с тем, что ребята не знают, что с собой необходимо взять в лес. Какие можно предпринимать действия в случае, если есть пострадавшие, в случае, если у человека утопление, либо что-то сломано. Зачастую молодежь не знает номеров телефонов, куда звонить. Не знает о том, что в единой дежурной диспетчерской службе 112 можно получить консультацию, либо связаться через эту службу со специалистом, либо со скорой помощью неотложной. Как показывает практика, ситуация, требующая экстренной помощи, возникает чаще всего неожиданно. Поэтому очень важно уметь действовать решительно. Ведь именно оказанная в течение первого золотого часа помощь может спасти жизнь пострадавшему. Этот важный урок ребята запомнят надолго. И в случае беды будут во всеоружии. Наталья Матюшкина, Антон Иванов, Петр Хаджаев. Новости Муравленко.